Добрый день! Давно я не рассказывал про кубики 5 на 5, но видимо пора. Перед нами Даян Нежа 5М. Такая красивая лаконичная упаковка. Кубик Даян. Здесь всякая техническая информация. Кто-то из них здесь код товара. Кому нужно, смотрите. Открываем. Внутри. Куб и какая-то коробочка. Куб в боксе. Выглядит симпатично. Пока отложим. Коробочка. Что же в ней? По-моему, я ее даже не открывал. В ней ожидаемо мешочек. Видимо брендированный. Да. Небольшого размера. Какие-то запасные пружинки, которые использовать я вот точно не буду. И отверточка классическая Даяновская. Куда она отправится? Напишите в комментариях. И все. Нет даже инструкции. Я пружинки кладу обратно. И убираем. Сам куб в таком красивом боксе. Здесь отверстие. От пыли особо защищать не будет. Только для красоты, видимо. Извлекаем. И что вот сразу бросается в глаза. Не закрывается бокс. То есть его можно вот так поставить. А он будет скользить. Пробовал как-то вот так. Ну, видимо, красиво. Но как-то вот решение странное. Но если туда поставить кубик, то все вроде бы гармонично. Но отверстие. Решение странное. Не знаю. Может я неправильно использую. Напишите в комментариях. Пробовал по-разному стаковать. Что-то не вышло. Вот это вот самое симпатичное, что у меня получилось. Ну, а кубик сюда уже начали вставить будет так себе. Хотя можно кверх ногами. Ну, не думаю, что так оно задумывалось. Поэтому бокс убираем. Хранить в нем не будем. Кубик с логотипом Dayan. Он вроде бы наклейка. Пока не оторвалось. Сборок. Ну, больше 150 я сделал. Больше сотни из них на таймер. Все тестировал. Давно уже им владею. Сначала был неоднозначный. Не впечатлил. Потом стало интересно. Я достал для сравнения его конкуренты. Полноразмерные. Это Valk 5M и MGC. Все они одинаково. Размер 62 мм. Но Dayan легче. Примерно граммов на 20. Он 114, а эти 137, 135. Примерно одинаковые. С ними немножко сравним. А так, легкость ощущается. Первые ощущения из коробки мне показались очень похожими на U-Syn Cloud. Бюджетный кубик. Если кто-то помнит, было очень похоже первое впечатление. Мы видим здесь всякие рельсы. Внутри немножко неокрашенного пластика. Цвета. Мне кажется, они не такие. С MGC зеленый чуть потемнее. Оранжевый тоже. Чуть потемнее, чем MGC. Хотя красный поярче. Если с Valk, то тоже отличаются. Ну и мы сразу видим, что какие-то отверстия крайние. Примерно такого же размера, как у Valka. А если с MGC, то чуть покрупнее. Перемешиваем. И собираем. Существует две версии этого кубика. С сильными магнитами и с какими-то другими. Видимо, с не очень или с нормальными. У меня версия с сильными магнитами. Далеко не во всех магазинах это отмечают. Как я обратил внимание. Но вот все, что я расскажу. Это версия Strong M. Мы помним кубик от Moïo. Неудачный. А от Chang'e R-M. Где магниты были очень слабые. Он мне не понравился. Он совсем не хороший. Поэтому я даже не раздумывал, какую версию брать. Взял с сильными магнитами. Хотя вот на коробочке это никак не отмечено. Я не нашел такой отметки. Может быть плохо искал. 0,1. Видимо это сильные магниты. Ну или меня обманули. Не знаю. Если у вас есть такой же кубик. Посмотрите вот на этот штрих-код. Что здесь написано. Я заказывал сильные магниты. Здесь есть Даяна. Видимо нежа. 0,1. Изначально кубик сильно был затянут. Я пособирал. Локапил. Очень неприятно. Поэтому я спустя какое-то количество сборок. Даже меньше 100. Стал его ослаблять. Потихоньку. По чуть-чуть. И в итоге нашел какое-то вот такое вот. Затянутое положение. Где меня все устроило. Причем при сборке. Вот средних слоев. Центры, ребра. Вот эти локапы так сильно не ощущались. Но зато когда мы собираем этап 3х3. Это уже значительно и сборке мешает. Постепенно будем собирать. Собирается приятно, комфортно и контролируемо. Я не скажу, что это сейчас самый лучший куб 5х5 из существующих. Но очевидно это хороший конкурент вот этим двум кубам. Если сравнить по вращению, MGC наверное универсальный кубик, который купил и не заморачивающе. Сразу собираешь, только смазки подливай. Он такой немножко рыхлый. Легко и просто вращается, никаких с ним заморочек. Валк 5М. Он более инертный. Несмотря на то, что с MGC у них вес одинаковый. Но кажется, что он вращается тяжелее. Видимо магнитики посильнее. Такой инертный. Немножко вязкий. Но все равно на нем собирать можно быстро. Такому какое вращение больше нравится. Дайан же легче. Легче. Видимо при большом количестве сборок руки уставать не будут. Но я не знаю сколько сборок нужно сделать, чтобы они устали. Но это все-таки пятерка. И он достоин внимания. Определенно. Если вам поднадоел ваш кубик 5х5, то смело можно пробовать. Ну наверное все-таки с магнитами, которые посильнее. Стронг М. А так комфортно собирается. Я опять же не скажу, что мое время стало сильно лучше. Так как 5х5 я тренирую редко. Достаточно. Но я специально пособирал и этим кубом, и на этих. Сделал по несколько сборок. И примерно одинаково. Можно собрать и больше двух минут, если сильно ошибаться. И можно собрать за минуту 40. Получалось у меня и так, и так. А среднее время ИСТа там было не очень хорошее. Не стоит его озвучивать. Ну и я считаю, что мое среднее время когда-то было в районе минуту 50. ИСТа я имею ввиду. А ВГ-5 было и поменьше. Но сборки мои не очень стабильные. Так как есть перерывы в тренировках. Поэтому раз на раз не приходится. И собирать можно естественно по-разному. Тем временем у меня уже что-то здесь собрано. Продолжаем собирать последние ребра. Вы видите вращение. Кстати, Даян тихий. Не особо громкий. По сравнению не знаю с чем. Со скьюбом Хекс, который я записывал в прошлый раз. Вот такое вот слегка шершавое вращение. Мне кажется, что балк более звонкий. И МЖС тоже. Как-то поглушен звук его. Ну и на этапе 3х3 тоже. Все теперь удачно. Уже нет таких лолкапов, которые меня раньше раздражали. Ну я и расслабил. И видимо кубик притерся. Точно не буду ставить другие пружины. Так как считаю, что подобная модификация или настройка уже несовременна. Здесь нет никаких особых фишек. Типа настройки магнитов и прочего. Обычный хороший кубик 5х5. Со сторонным боксом. С легким весом. То есть вес это его главное отличие. И комфортно вращается, если его чуть-чуть настроить. Быть может, с другими пружинами он будет мягче. Чего ему изначально не хватает. Но вот я вот так расслабил. И вращается вполне комфортно. Определенно я буду собирать на нем дальше. Но сказать, что валк 5М и МЖС устарели, я тоже не могу. Напомню, что я сравню сейчас только полноразмерные кубики. Есть еще малыш Желонг. Жичанг он, наверное, называется. От YJ. 58 мм. Тоже отличный кубик. Можете его рассматривать. Он как и МЖС. Сразу хороший. Очень компактный. Весьма рекомендую. Особенно если у вас небольшие руки. Ну даже мне. С крупными руками собирать на нем комфортно. Но просто привыкать к маленькому кубику. При том, что стандарт 62 мм. Ну не сильно хочется. Хотя вот собирается очень-очень приятно. На удовольствие. Ничего не лакапит. Все хорошо. Не вылетает. По поводу серьезных лакапов. Пока он был сильно затянут. Какие-то вот такие ситуации. Если происходили, то легко откатывались обратно. Вот за те 150-200 сборок, что я сделал. Ни разу элемент никакой не вылетел. И не было такого лакапа. Чтобы не вернулось все обратно. Резка углов. Такая вот. Неплохая. Ну интереснее наверное над двумя слоями. Вот так уже не режет. Ну если вот так вот. То вот застревает. Ну я дальше. Нигно обычно не вылетает. Возвращается обратно. Смазываю только белой мару. Никаких кустых смазок. Ну приходится наверное смазывать почаще. Ну или у меня смазка уже старовата. Не знаю. Вот такой вот куб. Достоин внимания. Не то чтобы самый лучший. Но, как я уже говорил. Если вам старый поднадоел. Можно попробовать его. Это версия Strong M. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...